МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, а другие избавлялись от пиджаков уже прямо на сцене. Две партии в центре внимания, партии лидеров. Вишонатана Ананда с Александром Грещиком и Владимира Крамника с Борисом Гельфандом. Для Крамника после двух коротких ничьих победа над Гельфандом была нужна как воздух. Ведь Гельфанд две последние партии выиграл и обошел чемпиона мира в турнирной таблице. Крамник настроился на большую борьбу отсюда и выбор острейшего варианта в славянской защите и теоретическая новинка в дебюте. Казалось, чемпион мира преуспеет в своих стремлениях. У белых не хватает пешки, но у них инициатива и в центре, и на ферзевом фланге. На естественный ход А6 последовал размен пешек, размен ладей, и белые могли бы захватить линию А и развивать инициативу. Но последовал ошеломляющий ход А5. Вы видели что-нибудь подобное когда-нибудь? И на АБА4 выясняется замысел Гельфанда. Проходная пешка черных по линии А должна отвлекать белые фигуры. После ферзь Е2, ферзь С5, защищая пешку, С4. Ладья Б1, ладья Д6. Черные готовы отдать еще одну пешку. После размена ладей ферзь бьет С4. А3. Продолжая всю ту же стратегию, пешка А оттягивает на себя фигуры белых. Ладья А1 и Аш3. Не правда ли, крайние пешки черных напоминают крайних нападающих в футболе? Ферзь Е2. Размен на Ж2. И еще один удивительный ход. Рокировка на 33-м ходу. Случай уникальный. Ферзь А2. Ф5. Оживляя своего слона. И вот ходом ферзя А3 фактически Крамник соглашается на ничью. Потому что после разменов ничья становится очевидной. Слон Д3. Ладья Ж6 с шахом. И здесь, после слона Б5, последовало соглашение на ничью. Великолепно провел защиту этой партии Борис Гельфанд. Очень было и интересно играть, и будет интересно анализировать после турнира. Очень много возможностей тактических. Крамник поджидал пешку в дебюте, применял новинку в такой острой линии. И удалось какую-то контр-игру найти. Очень острая игра, очень много вариантов за кадром. Ну, в какой-то момент, наверное, хуже меня было, но удалось новый виток контр-игры найти. Там пешки одна, другая, то есть крайняя, то есть одна отвлекает, другая короля ослабляет. Ну, в общем-то, мне кажется, в самом случае, я не видел, где проигрывают. Хуже было в какой-то момент. Еще одна важнейшая в спортивном отношении партия Анант Грещук. Ставки очень высоки. Грещук в случае победы делил бы первое место с Гельфандом. Анант в случае выигрыша становился единоличным победителем первого круга. Индийский гроссмейстер в испанской партии на этот раз решил не ввязываться в дискуссию в контратаке маршала. Грещук получил неплохую позицию, но затем, вероятно, зря разменял ферзей. И в сложном окончании у Ананда был ясный план действий. Ход ладья А3 типичен для подобных позиций. Ладья по третьей горизонтали перебрасывается или в центр, или на королевский фланг. Ходом Ж5 Грещук собирается окопаться на черных полях, но очень точный ход Ананда А4. Последовал ход Ж, Ф. Вероятно, не лучшее решение, потому что после этого у Ананда очень простая игра. Ладья Ф3. Слон Е8, нападая на пешку А4, но эта пешка Ананда просто не интересует. Ладья бьет Ф4 с угрозой. Ладья бьет Ф6, король Ж7 и Х5. Слон бьет Х4, Х6. Взятие на А6 вынуждено. Ладья бьет Ф6, король Ж7 и Ж5. Пешка на Д6 вот-вот потеряется. Попытка активизировать свои фигуры за черных ни к чему хорошему не приводит. Конь Е5, ладья Ф4, ладья Ф6. Очень точный ход. Теперь после двойного размена на Ф6 последует конь Д7 с победой. Поэтому ладья Х4 и Д6. Посмотрите, как элегантно начинают взаимодействовать все белые фигуры. Две ладьи и пешка на Д6 и также конь на Е5. Ладья Е7, защищая коня. Пешка Д готова двинуться вперед. Ладья Д8, ладья Д1, С4. Попытка реализовать свою проходную, но она совершенно безопасна для белых. Ладья Ф1, разменивая активную черную ладью. Ладья Ф8, ход единственный. Размен. Король Ф8, также единственный ход. Ладья бьет Х7, С3, но, увы, эта пешка никуда не идет. И ход конь Ж6, шаг, стал последним ходом в этой партии. Горещук признал свое поражение из-за такого простого варианта. После партии Аннат был, как всегда, скромен и объективен. Это была трудная партия. Мой первоначальный план не сработал из-за дебюта соперника. И я до конца не был уверен в победе. Сегодня пришлось много считать, но потом он совершил ошибку, и я счастлив, что все так закончилось. В ничью завершились две оставшиеся партии седьмого тура Свидлер-Аронян и Маразевич-Лека. Подведем итоги первой половины турнира. Анант вновь стал единоличным лидером. Гельфанд на втором месте. Это большая неожиданность первого круга. Чемпион мира Крамник на третьей позиции. Грещук на четвертом месте. Остальные участники, как говорят шахматисты, в минусе. Победителю первого круга Вишонатану Ананду в декабре исполнится 38. Почти 20 лет он в мировой шахматной элите. Индийский гроссмейстер был чемпионом мира Фиде в 2000 году. В его коллекции четыре шахматных Оскара. Борис Гельфанд отстает от лидера на пол очка. Интересно, что Гельфанд и Анант заметно старше остальных участников турнира. А ведь сегодня тех гроссмейстеров, которым за 30 уже записывают в разряд шахматных ветеранов. И теперь очень интересно, что же нас ждет во втором круге чемпионата. Это все идет пока очень плотно. И завтра очень интересная борьба между Гельфандом и Анантом. Думаю, что на карте стоит очень много и Гельфанд просто обязан бороться белыми. Потому что если он завтра победит, тогда Гельфанд серьезно может претендоваться название чемпиона мира. Главная неожиданность первого круга, конечно, это чисто спортивный результат Бориса Гельфанда. Это действительно неожиданность. В первую очередь потому, что это самый возрастной шахматист. Несмотря на то, что он всегда был блестящим представителем классической советской шахматной школы, все-таки фаворитом ни при каких обстоятельствах он не прогнозировался. Уровень игры сегодняшнего Крамника не позволяет сделать вывод о том, что его второй половине дистанции он будет играть через немогу. Он играет как обычно на небольшой плюс и, к сожалению, это уже становится для Владимира нормой и пока не видно за счет чего мы можем увидеть Крамника борющегося и сжигающего мосты. Во всяком случае мне это не представляется очевидным. Блестящая форма Ананда опять же позволяет сказать, что провала уже не будет у него, то есть он займет очевидно высокое место с большой вероятностью первое. А вот за второе место может развернуться яростная борьба, особенно если кто-то из участников находящихся в нижней части турнира таблицы вдруг во втором круге где-то зацепится, поймает кураж и вот здесь могут быть неожиданности. То есть, конечно, прогноз, что за второе место будет жесточайшая борьба. Сегодня стартует второй круг в восьмом туре. Кроме партии лидеров очень интересны поединки Свидлер Крамник Илья Кагрищук. С вами был Николай Попов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok